Молодость – это волшебное время. У каждого с ней связаны самые лучшие воспоминания. Кто-то хочет её не утратить, а кто-то надеется её вернуть. Современная наука возлагает на себя непростую миссию. Не просто вернуть нам молодость, но и пролонгировать жизнь на сотни лет. Уже тысячи лет биологи, физики, химики и другие учёные бьются над решением этой непростой задачи в поиске эликсира бессмертия. Одни полагают, что ответ лежит в ДНК, а другие – в мозге. Но что, если мы скажем, что сейчас наука впервые за всю свою историю стоит на пороге величайшего открытия? Сегодня мы вам приоткроем завесу тайны, которая во все времена будоражила великие умы, и ответим на самый главный вопрос – можем ли мы жить более тысячи лет в молодом и здоровом теле? И где же хранится секрет нашего долголетия? На пороге величайшего открытия. Для начала давайте посмотрим, на каком этапе находится современная наука. Несмотря на видимое разнообразие способов, которыми учёные пытаются продлить жизнь сегодня, все они сводятся к одному – манипуляциям с ДНК. Несмотря на то, что термин «ДНК» у всех на слуху, далеко не все до конца понимают, о чём идёт речь. Если очень упрощённо, наше тело печатается как объект на 3D-принтере согласно инструкциям в ДНК. ДНК – это книга, которая содержит все инструкции для построения и функционирования нашего организма. Главы книги, которые принтер должен прочитать для построения тех или иных клеток, отмечены специальными закладками. Эти закладки называются эпигенетическими метками или эпигеномом. Закладки не меняют текст книги, но они определяют то, какой будет клетка, как она будет функционировать и так далее. Используя эту систему закладок, организм может быстро адаптироваться к изменениям в окружающей среде. В разных условиях одни закладки могут быть добавлены, а другие удалены. Со временем количество и расположение этих закладок меняются, что отражает естественные изменения, происходящие в организме по мере старения. Исследуя эти процессы, Стив Хорватт, профессор генетики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, разработал математическую модель для определения биологического возраста человека. Эта модель получила название «эпигенетические часы». Простыми словами, это индикатор, который показывает, насколько старой или молодой является клетка, или весь организм, исходя из определенных изменений в ДНК. Эпигенетические часы используются учеными для оценки эффективности методов омоложения и продления жизни. Не имея возможности напрямую расставлять эпигенетические метки в ДНК, закладки, ученые подбирают различные методы воздействия на организм и изучают, как это влияет на позицию этих закладок. Японский ученый Шинья Яманако нашел способ, как убрать все закладки из книги. Он выделил четыре фактора. Четыре особых белка, которые использовал для превращения обычных взрослых клеток в клетки, подобные стволовым. То есть клетка забывала, что она была, например, клеткой кожи и возвращалась к состоянию, схожему с клетками на ранних стадиях развития эмбриона, когда еще не определено, в какой тип клеток они превратятся. За это открытие он получил Нобелевскую премию в 2012 году. Дэвид Синклер, профессор генетики Гарвардской медицинской школы, считает, что в нашем организме есть резервная копия информации о молодом состоянии нашего тела. Основываясь на открытиях Яманаки, он работает над тем, чтобы на уровне ДНК активировать эту резервную копию. Важный момент, о котором говорит Синклер. Люди умирают не от старости, а от болезней. И само старение подобно болезни. Его команда продемонстрировала возможность воздействия на физиологические процессы на клеточном уровне. В частности, им удалось включать-выключать зрение у мышей. Пока одни ученые изучают, каким способом можно обратить изменения в ДНК на несколько лет назад, другие ищут нетронутую копию ДНК, надеясь перенести эту исходную информацию на организм в целом. Очевидно, что источником такой ДНК являются клетки, пуповины и плаценты. Уже какое-то время существуют услуги заморозки и хранения этих тканей. Надо понимать, что не у всех была такая возможность, и далеко не все могут себе это позволить. Стоит также отметить, что на сегодня нет полноценного понимания и большого опыта в использовании сохраненных таким образом стволовых клеток. Более того, учеными было установлено, что то, какую роль клетки будут выполнять в организме, определяется окружающей их средой — межклеточным матриксом. Межклеточный матрикс — это уникальная среда, которая выполняет множество функций, обеспечивая опору всем клеткам и регулируя их основные жизненные процессы. Важно понимать, что с возрастом межклеточный матрикс претерпевает изменения, и одно лишь использование стволовых клеток в таком матриксе не принесет желаемых результатов. Образно говоря, закинув фрикадельки в пересоленный бульон, они также станут пересоленными. Иными словами, не меняя межклеточный матрикс, не получится изменить клетки. Не меняя условия, мы не получим новый результат. Несмотря на основополагающую роль межклеточного матрикса в строении нашего организма, его изучению до сих пор не уделяется должного внимания. В связи с этим предлагаем рассмотреть два очень интересных исследования. В первом случае ученые использовали препарат на основе межклеточного матрикса — мочевого пузыря свиньи. Препарат из матрикса наносили на раневую поверхность как раздражитель, который не позволяет клеткам формировать естественный рубец. При нанесении этого препарата на раневую поверхность искусственно сделанные отверстия диаметром до двух сантиметров в ухе кролика зарастали за 30 с небольшим дней, причем с восстановлением волосяного покрова и без следа. В силу обстоятельств эти исследования так и не увидели свет. Спустя некоторое время американские ученые Стивен Баддилак и Джон Макфорд, работающие на Министерство обороны США, добились прорывных результатов по регенерации утраченных тканей и конечностей, только уже у человека. Они также использовали препараты на основе межклеточного матрикса — мочевого пузыря свиньи. При применении препаратов шла репаративная регенерация вплоть до реституции тканей, то есть до полного восстановления. Причем восстанавливались и нервная, и костная ткани, сухожилия и мышечная ткань. Несмотря на фундаментальный прорыв военной медицины, эти технологии так и не начали применяться в повседневной жизни. Другой специалист в области регенерации, Майкл Левин, задался вопросом, как во время регенерации клетки узнают, когда остановить процесс деления, когда правильная лапка саламандры завершена, и как клетки вообще знают, что такое правильная лапка саламандры. Как говорит Майкл Левин, сейчас мы можем прочитать геномы, и там ничего нет о размере и форме вашей руки. То есть одной ДНК недостаточно, чтобы по ней воссоздать часть тела, не говоря уже об организме в целом. Возникает вопрос, если этой информации нет в ДНК, в таком случае откуда организм берет данные для восстановления утраченной конечности? Ответ на этот вопрос можно найти, обратившись к эффекту Кирлиана. Утраченная лапка саламандры присутствует на снимке по методу Кирлиана, что свидетельствует о существовании информационной структуры, на уровне которой объект сохранил целостность. То есть информационная матрица сохраняется. Она и является источником информации, которым пользуется организм в процессе регенерации. Интересный момент. Утраченная конечность человека при эффекте Кирлиана будет выглядеть целой. Парадокс в том, что если человек худеет, то и на снимке утраченная конечность будет похудевшей. Таким образом становится понятно, что наше тело выстраивается согласно информационной матрице. Старение тела отражает изменения на уровне матрицы. Поэтому для возврата тела в молодое состояние необходимо внести изменения на уровне информации. Именно с этим связано второе исследование, о котором мы обещали рассказать. Ученок заинтересовал тот факт, что единственные клетки, на которые возникает аутоиммунная реакция у всех позвоночных на планете — клетки пульпозного ядра. Это происходит всегда при разрыве фиброзного кольца межпозвонкового диска. То есть иммунная система организма воспринимает свои клетки как чужие и атакует их. Как может собственная ткань вызывать реакцию иммунной системы на себя? Это парадокс. Такого не должно быть. Ученых заинтересовало, как отреагирует организм, если вводить препарат из очищенного матрица пульпозного ядра внутривенно. Содержимое пульпозного ядра брали пункционным способом и очищали от клеток до матрица. Затем очищали сам матриц. Полученный препарат попробовали на мышах. И это пролонгировало им жизнь за видовой предел. Старые мыши, которые должны были вот-вот умереть, ожили. Контрольная группа умерла очень быстро. А эти через три месяца обрели вторую жизнь, начали размножаться и существовали так более десяти лет. В результате эксперимента удалось вернуть молодость и продлить жизнь мышей в три раза. То есть мыши прожили четыре, даже не средних, а полных срока жизни. Четыреста лет в человеческом эквиваленте. При условии, что препарат вводился каждые три месяца, признаков старения не было. Мыши были молоды и здоровы и даже не подозревали, что с ними случилось. К сожалению, эксперимент пришлось остановить в силу внешних обстоятельств. Стоит отметить, что после прекращения введения препарата не наблюдалось ускоренного старения, и мыши доживали до старости в обычном режиме. Такой же результат был получен и на кроликах. Только им продлили жизнь всего один раз, ввиду более долгой продолжительности жизни и необходимости прервать эксперимент. Наблюдая за мышами в ходе эксперимента, ученые не заметили никаких патологий, что позволило им предположить, что этот процесс можно было повторять до бесконечности. К сожалению, научно доказанным этот результат считать нельзя, так как эксперимент был прекращен и животное выведено из него преждевременно. Тем не менее, он стал свидетельством фундаментального прорыва ученых, продемонстрировав, что препарат на основе межклеточного матрикса пульпозного ядра влиял на информационную матрицу. Доказательством этому служит тот факт, что после прекращения введения препарата у мышей не наблюдалось ускоренного старения. На основе результатов этого эксперимента хотим представить вашему вниманию следующую гипотезу. Пульпозное ядро межпозвонковых дисков зарождается в самом начале формирования эмбриона, не имеет кровеносных сосудов, питается за счет осмоса, диффузии, то есть изолирована от кровеносной системы. При этом у всех позвоночных при разрыве фиброзного кольца возникает аутоиммунная реакция на содержимое пульпозного ядра. Аутоиммунная реакция в организме является аномалией. А в данном случае у всех позвоночных без исключения в 100% случаев организм реагирует, воспринимая содержимое пульпозного ядра как чужеродное. В результате мы получаем грыжу межпозвонкового диска. Стенка фиброзного кольца более тонкая со стороны спинномозгового канала. Эта зона испытывает самые высокие физические нагрузки и, казалось бы, природа должна была максимально усилить эту часть конструкции. Однако фиброзное кольцо изнашивается первым. И практически в 100% случаев разрыв фиброзного кольца происходит в сторону спинномозгового канала. По всей видимости, изначально было задумано, чтобы при разрыве содержимое пульпозного ядра межпозвонкового диска изливалось в спинномозговой канал. Именно с этой стороны ликвар поднимается вверх и попадает прямо в головной мозг. То есть содержимое пульпозного ядра, попав с ликваром через арахноидальную оболочку в головной мозг в центр формирования генетики, запустило бы процессы омоложения и полной регенерации организма, подобные тем, которые ученые наблюдали у мышей. В течение жизни фиброзное кольцо изнашивается, и даже в отсутствие травм к 60-80 годам развивается старческий остеохондроз. Учитывая этот факт, кольцо рано или поздно разорвется и запустит процесс омоложения. Но в настоящее время этот процесс блокируется аутоиммунной реакцией организма. Это следствие эволюции или что-то другое? Поэтому можно предположить, что в организме человека заложен механизм самовосстановления, о котором знали в древности, но по какой-то причине он нарушен. Подтверждение тому, что человек носил в себе источник жизни, можно найти в мифах и легендах древности. Иудейские сказания о кости луз как о кости бессмертия, воскрешающая кость, и древние египетские легенды о хребте Осириса, Джеде, который олицетворял триумф Осириса над смертью. Однако у этого механизма есть один недостаток. Если у человека есть какие-то врожденные заболевания, то они сохраняются, несмотря на омоложение тела. И вот здесь мы подходим к самому интересному. Эта проблема решаема, если вносить изменения непосредственно в информационную матрицу. Именно на этом уровне и будет работать капсула здоровья, о которой говорилось на форуме «Глобальный кризис. Выход есть». Капсула здоровья будет формировать информационную матрицу здорового и молодого тела, а клетки будут сами себя выстраивать по новой программе. За 30 секунд в день капсула просканирует и исправит наш организм, изменяя каждую клетку на за-квантовом уровне. Капсула регенерации первого поколения 1.0 Капсула регенерации — это уникальный ежедневный комплексный уход за вашим организмом, который включает в себя диагностику вашего тела, профилактику и лечение любых заболеваний, кроме психических расстройств, восстановление утраченных частей тела и органов, коррекцию тела по вашему желанию, проведение гигиенических процедур и косметический уход за телом. Благодаря этому инновационному методу вы сможете не только оздоровить свой организм, но и продлить свою жизнь до полутора тысяч лет. Капсула регенерации работает на информационном и физическом уровнях. На физическом уровне капсула регенерации выявит в вашем теле любых паразитов, вирусы, бактерии, токсины, извлечёт из них энергию и преобразует в полезные для вас элементы. Может в срочном порядке убрать любые патологические изменения — тромб, кровоизлияние, камень, устранить воспаление и восстановить повреждённые органы и ткани организма. Благодаря этой технологии больше нет необходимости в гигиенических процедурах, таких как принятие душа или чистка зубов. Частицы эпителия или любой грязи будут разобраны на составляющие элементарных частиц и использованы как полезный строительный материал для преобразования вашего тела. На информационном уровне капсула здоровья восстанавливает все функции организма и омолаживает ваше тело на уровне ДНК, так как в нём прописана вся информация о том, как должен функционировать организм. Капсула меняет лишь программу, заложенную в ДНК, внося изменения всего лишь в один его пиксель на заквантовом уровне, а дальше все изменения делает сам организм согласно новой информации. Таким образом можно перепрограммировать любую клетку. Всё ненужное убирается, а нужное добавляется. Благодаря этой технологии вы можете преобразовать свою внешность, изменить рост, вес, объём тела, запрограммировать регенерацию конечностей и органов. Изменяя информацию на заквантовом уровне, можно заставить клетку, как и весь организм, омолодиться и жить долго. И весь этот процесс происходит на микроуровне, совершенно безболезненно и безопасно для вас. Благодаря капсуле регенерации любой больной орган возможно восстановить мгновенно, и его функция наладится. Не нужно менять своё сердце на чужое, чтобы оно начало биться. Достаточно всего лишь запустить необходимую программу капсулы регенерации. Теперь вы можете себе выбрать и любую внешность. Для трансформации всего тела необходимо время, в зависимости от масштаба антропометрических изменений, чтобы тело трансформировалось согласно новой информации в ДНК. Преображение на физическом уровне в теле человека происходит за период от 9 до 14 месяцев. Скорее запустите в своей капсуле программу для омоложения и поддержания жизни. И с каждым днём вы будете чувствовать себя всё здоровее, моложе, крепче до полного достижения биологического молодого возраста, заложенного в вашей программе. Продление жизни человека возможно в среднем до полутора тысяч лет в молодом и здоровом теле. При этом вы можете изменять характеристики своего тела согласно предпочтениям. Технология капсулы позволяет сделать из вас спортсмена с любым телосложением, тонусом мышц, подготовкой и поддерживать данную форму в соответствии с заданными вами параметрами. При этом не нужно тратить личное время на занятия спортом. Всего лишь 30 секунд, проведённых утром в капсуле, заменяют многочасовые тренировки, высвобождая это время для вашего личного развития. Одновременно с программой преобразования происходят также все необходимые процедуры, включая гигиену. Технология капсулы очень простая в использовании и абсолютно безопасна для любого человека. Информация о ваших личных параметрах и предпочтениях будет сохранена в единой базе данных. Путешествуя в любой точке мира, вы сможете активировать вашу личную программу, пользуясь любой другой капсулой. Для этого всего лишь необходимо воспользоваться вашим индивидуальным кодом и идеально настроенная капсула к вашим услугам. Капсула регенерации — это инновационная технология, позволяющая сохранить здоровье и молодость на многие сотни лет, забыть о любых заболеваниях и улучшить качество вашей жизни. Созидательного использования! Кажется, фантастика. На самом деле, представленные в этом видеотехнологии доказывают, что регенерация и пролонгирование жизни за видовой предел возможно уже сегодня, и в эту комнату ведёт множество дверей. Сегодня были представлены самые известные и многообещающие подходы, информацию о которых можно найти в открытом доступе. Учитывая все научные достижения, мы уже могли бы быть не только здоровыми, но и жить намного дольше в молодом теле. К сожалению, в потребительском формате общества преследуются противоположные цели. С одной стороны, всё чаще и чаще мы слышим о необходимости сократить население. С другой, здоровые люди не выгодны большому бизнесу, так как колоссальные деньги делаются на фармацевтике и здравоохранении. Таким образом, те, кто уже зарабатывает на больных, не заинтересованы в этом и будут делать всё возможное, чтобы не дать развиться технологиям по оздоровлению и продлению жизни. Поэтому мы и не видим внедрения методов на основе передовых разработок, которые позволили бы продлить жизнь человека за видовой предел. Таковы реалии современной системы потребительского формата. Даже самые богатые и влиятельные люди на планете стареют и умирают, как все. Какой смысл всю жизнь строить империю, добиваться славы, чтобы на пике успеха сыграть вещи, так и не насладившись жизнью? Пока ты жив, для тебя может быть масса ценностей. Если тебя нет, то никаких ценностей для тебя уже не существует. А главная ценность в современном обществе – прибыль. И весь научный потенциал задействован на разработку того, что можно продать, новых видов оружия и товаров. При этом люди не стали жить заметно дольше. Возникает вопрос, какая разница, что ты умер с последней моделью телефона в руках, если не смог прожить дольше? Ты и не проживешь дольше в потребительском формате, где быстрые компьютеры важнее здоровья и долголетия. В этом и есть абсурд общества потребления, который мы поддерживаем сами. Мы приняли его как есть и даже не задумываемся о том, что по-настоящему важно для каждого человека жизнь. Хочешь забыть о болезнях и старости, почувствовать, что такое быть по-настоящему здоровым и начать наслаждаться жизнью в полной мере? Выбирай жизнь. Выбирай созидательное общество.